Здравствуйте, здравствуйте! С вами снова Ваня, LZMods 5, наконец-то версия 1.6, серия 14. Пусть такое количество циферок оставит след в вашем мозгу, бойтесь. Я проапгрейдил сборку, и у меня беда. Если вы считаете, что проапгрейдить сборку — это быстро, вы очень сильно ошибаетесь. Во-первых, у меня не работает сортировка. Сортировка, ну вот, совсем не работает. Всё, приплыли. Однако сортировка в сундуках работает, что говорит о том, что просто бочки какие-то неправильные. Но на самом деле они неправильно настроены в моде, и мод неправильно их сортирует. Также нам дали какую-то вот такую штучку. Это очень интересная штучка. Это, я не помню, как называется мод, а Blue Prince. Давайте посмотрим, откуда у нас такой Blue E. Prince. Prince, вот, Silent Gear, точно. Это тот же самый чувак, который сделал вот эти вот, вот эти вот штуковины. Кстати, из-за того, что у меня не работает сортировка, у меня тут бардак. Надо сделать себе блоков угля. Такс, ну в общем, из-за того, что у меня не работает сортировка, выход у меня только один. Дело в том, что пока я разбирался со сборкой моков, я постоянно летал к слаймам. И на самом деле я там тусил, там можно убежать в такой туннельчик, отойти от них. Они там спаунятся, ты приходишь, их убиваешь. И в общем, у меня теперь есть слаймовая эссенция. И слаймовые семена, но семена, наверное, ещё не появились. Так что из-за того, что у меня есть слаймы, я вовсю могу начать Refined Storage. Я бегу с банкой мяса, потому что я начал пользоваться шприцом. Окей, зачем для Refined Storage слаймы? Дело в том, что если я хочу процессор, то мне для процессора нужна вот такая штуковинка. Она, конечно, делается из розовой слизи. Но, к сожалению, розовая слизь ни черта не автоматизируется. То есть сюда нужно отдельно как-то руками закладывать только одну штучку. А если будешь закладывать хоппером, она закладывает всё целиком. И вот одна штучка у меня вот тут вот пинг-слайм делает. Не очень приятно. К вопросу о нашей предыдущей деятельности. Сколько у меня кислорода? В общем, система оказалась... А, кислорода у меня мало. Система оказалась не чёток. Но есть большая проблема. Когда ты производишь что-то при помощи соляной кислоты, водорода потребляется меньше, чем кислорода. И, соответственно, ну, нужно вот, если ты хочешь, чтобы у тебя вот эта штуковина работала и направо, и налево, вот у меня всё забито водородом. И мне некуда девать энергию. У меня всё в энергии, всё в итилене, всё в водороде. И то есть прям вот, ну, совсем. Я даже ускорил все вот эти вот машины, которые у меня здесь стоят. Более того, я их, вот эти сделал послабже. Но всё равно у меня всё вот в этом вот брайне. Видимо, всё вот здесь вот у меня в хлоре. Здесь у меня сплошная соляная кислота. На соляную кислоту уходит очень мало водорода. Вот. Ну и машинки, это самое. На соточку. Я понял, что это за величина. Это количество фетов, которые мы загоняем в тепло. Упс. Так что, ну, всё, окей. Она разогрета на полную. Ей хорошо. Прям вот, как только я буду запихивать туда руду, сразу начнутся чудеса. Такс. Окей. Страшное рассказал. Что мы будем делать дальше? Дальше. Дальше меня посещали эндермены. Вот этот вот огромный, страшный, некрасивый ангар оказался прекраснейшая вещь во время дождя. Они во время дождя ко мне сюда телепортируются. И вот я набил шесть штучек. А шесть штучек, это немало, надо сказать. Ну и за кадром я немножечко для того, чтобы куда-то деть свою экспу, свыше сорока, я энчантил вот эти вот ножички. Ножички получаются красивые. Лич, анбрейкинг, инсайт, дисджанкшенс. Нет, предыдущие ножички, которые я энчантил, были ещё более красивые. Так что сегодня позанимаемся энчантилем немножечко. И самое главное, я сделал с самого максимального тира леечку. А может быть, надо сейчас было бы заняться леечкой. Потому что леечка даёт некоторую интересную возможность. Дело в том, что вместе с сломанной сортировкой и кучей других проблем. Ну, например, если ты не поставишь себе в эту сборку buy-em-sof-plenty, тебе просто не дают джеи. То есть вот джеи работает только если есть buy-em-sof-plenty. Вот. Ну, в общем, да, это такое. Но нам, в общем, приехал автокликер. Я вот просто не помню, как он называется. Да, автокликер приехал. Вы посмотрите, какая вещь. Вы посмотрите, какая... Опа! Вещь. Какая вещь. Какая вещь. Ладно, понадеемся на то, что у меня будет автокликер. Дело в том, что можно же... Ай! Можно же теперь вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И оно всё, оно всё вот растёт. Вот. Ну, в общем, да. Ферма прям вот. На двух, трёх, четырёх таких леечках я бы даже не ставил гроф-акселератор. Я бы просто поставил автокликер с леечкой. И эти фермы бы сумасшедшим образом... О, экспо растёт. Мне тут всё делали. На удивление, у меня здесь не так уж и много семян, которые производят какую-то полезность. Вон там довольно много изумрудов. Чуть-чуть призмарина. О, слизь. Слизь выросла. Вот. Немножко слизи. И тут где-то есть ещё корова. Так что прям вот, да, можно было бы использовать поактивнее всё тут барахлища. Вопросы используют поактивнее. Такс. Можно, кстати, включить... Я думал, что вот этот движочек, чем правее, тем быстрее. Нет, оказалось, этот движочек... О, этот сортируется. Чем правее, тем медленнее. Ну и славно. Не надо этим хопперам там слишком часто смотреть, какие предметы у меня есть. Ну и зачем это. Такс. У меня есть слизь. Слизь, наверное, делается так, да? Нет, слизь делается по-другому. Слизь делается вот так. М. А где слизь? Слизь делается вот так вот. Чипок. Также у меня где-то я набил слизи. Я где-то набил слизи, слизи, слизи. Вот слизь. И вот красненькая слизь, которую... Давайте посмотрим, что можно сделать из красненькой слизи. Из нее можно сделать биореактор. И из нее можно делать из пластиковых блоков. Из пластиковых блоков, которые из ХДПЕС-шитцев делаются. Ага. Но это другая история. То есть розовая слизь, она идет только исключительно на... Стоп. Как-то она неправильно это все сделала. Она идет только на процы и на прочую фигню. И, в общем, розовая слизь не такая... Все заменяющая, как в предыдущих сборках Майнкрафта. Окей. Это я тут экспериментировал. Кстати, в этой бочке тоже сортируются предметы. А в железных бочках не сортируются. Именно поэтому я сейчас хочу переехать в Refined Storage. С вот этой вот... С автокликером меня обманули. Окей. Хорошо. Меня обманули с автокликером. Заодно, кстати... Так, стоп. Это не так делается. По-моему, вот так делается. О! Вот эти штуки. Вот эти штуки. Я хочу их очень-очень-очень-очень много. Пусть и будут. Я не знаю, сколько их на самом деле нужно. Что их надо? Они используются при сборке процессоров. Это что такое? RAW Basic Processor. Что делается из RAW Basic Processor? Процессора пустая штучка, с которой делается Glowstone, Construction Core и так далее. Ох! Придется... Refine it. Придется смотреть, как это все делается. Нам нужен... Один... Я точно знаю, что нам надо очень много силикона. И я понял, куда я буду девать весь свой Низер-Кварц. Весь мой Низер-Кварц пойдет в пережарку. Да. Мне очень нравится вот это вот. Вот такого размера штуковинки. Кстати, я посмотрел, что такое осмей. Оказывается, это очень хрупкий, очень ядовитый металл. Почему здесь все делается из осмей, я не знаю. Так-с. Эти штучки делаются. Нам нужны еще какие-то штучки. Нам как раз нужны алмазные процессоры. Алмазные процессоры. Я думал полстека сделать. Во! Силикон, алмаз, редстончик. Да, полстека вот этой штуки. Дикая подстава. Я хотел разобрать вот эти кварцевые блоки. Они, оказывается, разбираются только вот в этом крашере. И больше нигде. Ой, а что это с ним? А, нет, это компрессор. Они разбираются в крашере. Так, и в компрессор надо еще угольных блоков. У меня крашер полностью занят. Он разбирает вот эту руду. И как только он закончит с этой рудой, я, наверное, пойду и накопаю еще. Почему бы и нет? Так, кстати, взять алмазиков. Я думаю, что полная... Это самая... Сколько тут энергии? А, ну да. Она как раз управится на батарейке. Нужно, наверное, тысяч пять угля. И тысяч пять угля это вот пол такой бочки. Ну, то есть полный двойной сундук алмазов. А, нет. Полный одинарный сундук алмазов. Вообще офигеть. Так-с. Вот это взяли, это взяли. Что же делать с кварцем? Кварц можно жарить. Его можно крашить в сайлент-механизмах. Может быть, сделать себе по-бырому еще один крашер. А действительно, что бы мне не сделать два крашера? Они у меня вот так вот тут хорошо стоят. У меня здесь будет стоять второй крашер. Да, кстати, под шумок я завел себе еще парочку вот таких машинок, которые передают энергию. Ну, у меня они здесь просто стоят. И проинфьюзил их. Говорят, они потребляют энергию, когда пересылают ее между собой. И я проинфьюзил их на максимум. Ну, почему бы и нет. Можно воспользоваться штукой под названием Yen Tam Gloporter. Она крутая. Это такой стесеракт из механизма. Кстати, передает еще и газы. То есть, можно сделать такую центральную штуковину, передавать через нее этилен, а не энергию. И в каждом месте, где эта штука стоит, поставить вот эти штуковины. Кстати, вот этих штуковин, газ-бернинг-генераторов, вот в этой конструкции 5 штук. Я их перетащил все сюда. И проводов, кстати, кажется, хватает. Всем всего хватает. Классно. Такс. Ну, раз я решился, то я делаю себе еще один... Да, я делаю себе еще один компрессор. Потому что... То есть, это крашер. Потому что вот эти вот блоки надо разобрать. А пока я себе делаю этот самый крашер, мне нужно взять ретестончик. И, по-моему, так. Пинк, пинк. Пинк, пинк. Так, а вот эти штучки надо жарить. А также, учитывая, сколько у меня основ для процессоров, что бы мне не пожарить, еще и такие же железные, такие же... А-а-а. Жесть, ладно. Сейчас, 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 сейчас потратится. Такие же железные. Что нам надо? Байдинги, железо. Стоп, 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 стоп. Что там надо было? А, силикон, силикон. Золото, редстон, вот эти штуки. А-а-а. Так все сложно. Опа. Такие же золотые и такие же железненькие. Тоже отправить жариться. Вот, теперь можно заниматься крашером. Сделал три крашера. А зачем я сделал три крашера? Мне же сейчас как раз надо будет вот этот крашер где-то запитать. А, а мне все равно по стеку вот этих самых. Такс, окей. Вот эта штуковина идет вот сюда вот в центр и раздает энергию вправо-влево. Этот работает. Этот работает. И все они из вот этой бочки сливают все вниз. Ну, в общем, как-то сделал совсем не то, что хотел. Но, знаете, иногда так бывает. Вот этот крашер тогда у нас идет куда-нибудь сюда. Вообще, давайте сюда все равно жарить. Он идет куда-нибудь сюда. Стоит здесь. Ему здесь хорошо. Здесь у него ускорительные штуковины. И в нем перерабатываются... Процессоры готовы. В нем перерабатываются блоки кварца. Супер. Итак, у меня пошло производство какое-то. Перерабатываются ведь? Да, к сожалению, при переработке у нас нет... Ой, можно плюс сделать здесь. У нас нет дополнительного кварца. И сделать машину, которая постоянно производит лишний кварц, не получится. Ну что? Можно начать делать себе контроллер? Контроллер. Это что такое? Блоков кварц... Ох, кварц-инричт-айрон. Ага, нам нужен кварц-инричт-айрон. Ну давайте сделаем себе стэк кварц-инричт-айрона. Эээ, кварца нет. Ну вот ты ж зараза. А это шепт-рецепт. Эй. Еще четыре штучки, да? Это что у нас кварц-инричт-айрон? Должно быть четыре стэка кварц-инричт-айрона. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все. Еще у нас немножко кварца есть. Кварц потребуется. Такс, 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 такс. Сейчас не то, то не хватает машин-кейсинга. Зачем нужны? Ну, мы это сейчас сделаем. А зачем нужны, собственно, вот эти вот машин-кейсинги? Что из них можно еще делать? Часто ли они потребуются? Сторидж-блоки. О, флюид-сторидж-блок. Детектор. Диск-манипулятор. Знаете, я думаю, что мне нужно их восемь штучек. Так, ну, говорите делать из индезита, давайте делать из индезита. Хотя, ладно, давайте скопы сделаем себе целый набор машин-кейсингов, которые... Нет, только из индезита. Ладно, из индезита, так из индезита. Или это должен быть переплавленный индезит? Нет, из индезита. Как интересно. Такс, окей. И мы делаем себе контроллер. Во. К контроллеру нам нужен какой-нибудь дисплей. Ни разу не пользовался Refined Storage и не помню, как выглядит так. Crafting Manager, Crafting Monitor. Disk Manipulator, Crafter. Storage Monitor. А вот это делается из Storage Monitor, из Crafter и Crafter. Crafting Monitor делается... Ну, давайте пока воспользуемся вот этой штуковиной. Красный процессор, Destruction Core. Basic процессор с Незеркварцем. Basic процессор с Незеркварцем. Давайте сделаем себе чуть-чуть. Куда-то делал уже все. Такс. Мы хотели себе вот это. А тут есть что-нибудь еще. Fluid Interface, Wireless Transmitter. О, хочу Wireless Transmitter. Очень хочу. Construction Core это... О, черт возьми. Вот зачем нужны вот эти вот все Basic процессоры. Место кончается. Очень кончается. Серьезно кончается. Такс. Наверное, из вот этих вот надо будет сделать себе еще один набор Basic процессоров. Судя по всему, я буду тратить именно их. Хотя посмотрим. Еще было нужно стекло, да? Вот эти штуки нам нужно было сделать. Так. И нам нужно стекло, которого я заранее нажарил. Ну, я просто так нажарил себе. Один. Такс. Где у меня вся эта история будет жить? Я вообще думал, что вот здесь вот же. И если она у меня будет жить здесь же, то как-то контроллер у меня встанет. Вот это вот придется разобрать. Но я не против того, чтобы это все разобрать. Контроллер встанет где-то здесь. Где-то здесь встанет Storage Monitor. Вот это вот мы можем сделать вообще интереснейший финт ушами. Мы можем его забрать. И он уедет у нас со всем своим содержимым куда-нибудь вот сюда. Уехал? Уехал. Единственное, что у него сейчас энергия кончится, как только я заброшу в него тонны эссенции. Да, энергия кончается. Значит, нужно как-то пустить энергию. Ну, мы посмотрим. Наверное, Refined Storage что-то такое позволяет. Storage Monitor. Одна штучка. Так. Соответственно, у меня есть ничего у меня нету. У меня нету проводов. Где у меня провода? О! Это вроде как бы внешний инвентарь, но так как в него могу соваться только я, его можно сортировать. А вот все инвентарьи, в которые... Да, universal кабель. В которые могу соваться не только я. Ну, вроде бы он работает. Почему Storage Monitor не работает? А, потому что это Storage Monitor. А мне же нужен не монитор. То есть, если, например, в него воткнусь вот какой-нибудь вот такой штуковиной... Он же монитор, он же... Мне же нужен менеджер какой-то. В общем, сделал не ту машину. Ну, окей, бывает. Давайте, вот здесь у меня будет барахло, которое мне не нужно на самом деле. Так, с чем мне надо? Я думаю, что мне нужен крафтинг-грид. А может быть даже паттерн-грид. Но давайте начнем с крафтинг-грида. Такс. Эту штучку я себе сделать, наверное, пока не смогу. Ну, не подумал. Да, грид нужен. Именно грид. А нет, смогу. Мне вот эту штучку, пожалуйста. И сразу же... Крафтинг-грид. Нет. Грид. И сразу же вот эту штучку. Нет, стоп. Это же она и есть. Мне нужен грид. Крафтинг-грид. А, столик. Ну, так как... Так как я не останусь никогда без энергии, столик мне, наверное, все. Хватит, хватит, хватит. Они, правда, постоянно пригождают свой светлый... Стоп, а где я крафтить буду? Где-где? В руках. Во. О! Крафтить-то можно? Там не знаю, как это вот так делается. Крафтить можно. Но ничего никуда не будет уезжать. Вот это такое офигенски дорогой крафтинг-тейбл. М-м-м-да. Куда вот это все барахло девать? Куда бы девать это все барахлом? Ну, ладно. На самом деле автоматом будем запихивать. Все бледно-зеленое будет храниться здесь. И это классно. Акфортизатория тёжейaud acabou. Теми не могу условно конец алког ハwhen. Теми я не Claudём 쫓нулся.